Из районного проекта во всероссийское соревнование. 13 лет назад именно эта спортплощадка на Никитинской 53А стала местом рождения нового футбольного турнира. С тех пор за призы и награды популярного состязания дворовых команд сразились почти 400 тысяч юных футболистов. В соревнованиях участвуют все муниципальные образования Самарской области. За каждой этой цифрой статистики стоит конкретный мальчишка и девчонка, которые проводят лето не где-то в подворотне, не с сигаретой, не с банкой из пива, а проводят на футбольной площадке, занимаясь спортом. Первый турнир «Лето с футбольным мячом» собрал в железнодорожном районе всего несколько команд. Только одна сотня мальчишек разыграли кубки и медали, вспоминает Светлана Макушева. Ее дети тогда еще были малышами, а теперь старший сын принимает участие в этом турнире. На самом деле так много детей, которые гуляют здесь с самого рождения, потом подключаются к этому замечательному проекту и также играют здесь в футбол. И таких футбольных историй дворовый турнир в Самаре насчитывает тысячи, рассказывает Константин Доладов, отец пятерых сыновей. Все для детей делается, для того, чтобы воспитывать наших российских детей, настоящее такое здоровое, харизматичное поколение, которое потом бы стало нашей основой в будущем. С тех пор многое изменилось. Власти стали активно возводить футбольные площадки, в том числе и во дворах. Детский спорт стал и доступнее, и популярнее. Каждый вечер, вне зависимости от сезона, на поле кипят футбольные страсти, как среди детей, так и среди взрослых. Идея замечательная. Это развивает детей, это учит их работать в команде. Да, правильно сейчас сказал Александр Борисович, не обязательно все из них будут чемпионами играть, но они научатся жить в команде, работать в команде. И это поможет им в дальнейшей жизни. Детям это очень нравится, участвуют абсолютно все. Обычные ребята со дворовцы. На финале будем присутствовать, дарить подарки, даже сертификат какой-то на командный победитель, форму, мячи. Людям это нравится, и они хотят как-то дальше это развивать. Эволюция турнира летом с футбольным мячом протекала стремительно. Уже во второй сезон он стал общегородским, затем областным. И вот уже третий год проходит общероссийский финал. Не стало преградой проведению соревнований и пандемия. Турнир прошел в онлайн формате. Был альтернативный кибер-турнир, хотя нигде в России этого не было. И только мы здесь, в нашем регионе, провели и финал, который был на Самаро-арене с награждением. И даже в условиях жестких ограничений не было никакого перерыва. И в прошлом году прошел очередной, просто немножечко такой с уклоном в современные цифровые технологии. В этом году победители турнира лета с футбольным мячом городского масштаба определят в традиционном формате в июле. В августе на стадионе «Солидарность-арена» встретятся финалисты области. В сентябре пройдут всероссийские состязания. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События.